Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем читать соборное послание апостола Иакова для библейского портала экзегет.ру. И мы читаем третью главу. Апостол пишет «Братья мои, немногие делались учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем». Вот такой призыв обращает апостол к своим собратьям, но, конечно, речь не идет только об апостолах, речь идет скорее вообще обо всех людях, к которым он обращается. «Немногие делались учителями». Конечно, речь не идет о том, что мы сегодня понимаем под словом «учитель». например, учитель математики, физики, русского языка и литературы. То есть речь не идет об учителе в школе. Речь в данном случае совершенно очевидно идет об учителях закона, об учителях жизни. Это то, что по-еврейски называлось равви, и то, как обращались ко Христу. И мы знаем, что учитель в этом смысле – человек, который учит пути Господним, учит пути жизни. Он знает закон, он умеет его толковать, он знает, что главное в законе, он может объяснить человеку веру. Но очень важно, что в контексте послания апостола Иакова вера не является просто чем-то теоретическим. То есть учитель для апостола Иакова – это не тот, кто просто хорошо знает веру, знает наизусть, например, учебник догматического богословия, знает все ссылки, знает цитаты на разных языках и может рассуждать о сложных теоретических богословских понятиях, сравнивать разные святоотеческие точки зрения. Для апостола Иакова учитель – это в первую очередь человек, который призывает к нравственной жизни, призывает жить по закону, не обязательно даже здесь по закону ветхозаветному, в данном случае апостол обращается уже к христианам. И хотя мы видим в послании некоторую полемику с учением апостола Павла о спасении только благодатью, мы при этом понимаем, что для апостола вера – это действительно то, что проявляется в делах, иначе она остается в теории и ничего существенного человеку не приносит. Поэтому призыв «немногие делайте с учителями» означает следующее. «Немногие начинаете учить жизни других». Почему же это так? Потому что тот, кто начинает учить жизни, подвергается большему осуждению. Он говорит «Ибо все мы много согрешаем». То есть все люди так или иначе, несовершенные, совершают разные поступки – хорошие и плохие. И плохих, к сожалению, не намного меньше, а может быть иногда и больше, чем хороших. И когда человек начинает другому объяснять, что надо действовать так, а не иначе, надо быть щедрым, например, да, или надо прощать, или, скажем, надо следить за своими словами, нельзя завидовать там или что угодно еще, но при этом сам не делает. Что из этого выходит? Человек выражает собственное знание, он выражает, он подчеркивает, да, и всем открыто заявляет, что он знает норму, но если он знает норму, ему нет оправдания, когда он ее нарушает. Вот человек, который не знает нормы, или который, может быть, знает, но сомневается, не может с собой справиться, понимает свою немощь, и он, по крайней мере, не учит других, в таком случае этот человек, он не подчеркивает свое знание, и ответственность его не увеличивается от этого. Но когда мы видим человека, который всех получает из жизни и сам не делает того, к чему призывает, здесь как раз получается, что он сам увеличивает ответственность за свои слова и за свои поступки. И далее апостол особенно обращается к теме контроля за языком. И, в общем-то, во многом глава посвящена именно этому, по крайней мере, первая ее часть. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Речь идет о том, чтобы не согрешать в речи, в разговоре, как кажется на первый взгляд. На самом деле это не так. Когда апостол говорит о людях, которые не согрешают в слове, он не имеет в виду только людей, которые все правильно говорят. И в разговоре, например, учтивы, никого не осуждают, ни на кого не злятся, ни с кем не вступают некоторые препирательства. На самом деле согрешать в слове – это согрешать не только во внешнем слове, но и во внутреннем слове. Это значит не согрешать или уметь контролировать свою величайшую, одну из, может быть, важнейших именно человеческих способностей, которая отличает человека от животного. Мы знаем, что когда Бог сводорил человека, он в итоге даровал ему способность говорить, и он призвал его на речь имена животным. Конечно же, мы понимаем, что речь идет не о каком-то таком мифологическом сюжете, в котором животные выстраиваются перед Адамом в шеренгу или в какую-то очередь, и он всем им выдумывает разные имена. Речь идет о способности человека поименовывать мир. Речь идет о способности человека этот мир познавать, входить в него, давать имена всему, что его окружает, но не просто давать имена, как некоторые ярлыки, а познавать суть вещей. Мы верим, что когда Адам натекал имена животных, он познавал их суть, прозревал их предназначение. И в данном случае тот, кто не согрешает словом, он не согрешает именно в этом в первую очередь, а не только в том, что он говорит. Давным-давно замечено, что мы видим мир через призму языка. Каждый человек вырастает в определенной культуре, в определенной среде, и от того, как он воспитан, от того, какие понятия, какие слова он узнал в детстве, он так или иначе видит мир. Известно, например, что в условиях вечной мерзлоты, там, где довольно много снега, люди, например, знают несколько десятков названий снега, и все они разные. И, например, мы знаем, что в наших условиях мы наберем, может быть, около десятка этих названий, и то в каких-нибудь говорах. Для современного жителя мегаполиса, наверное, есть снег, слякоти, может быть, какой-нибудь наст, что-нибудь такое. Но ничего подробного о снеге мы не можем сказать, потому что такова наша культура. Кто-то когда-то знал много названий для глиняной посуды, сегодня мы обходимся двумя-тремя словами и так далее. Примеров можно приводить очень много. Но все это в данном случае не так важно по сравнению с теми именами, с теми словами, которые мы обращаем к человеку и к окружающему миру в нравственной сфере. Мы называем явления вокруг себя добрыми или злыми, должными и недолжными, правильными и неправильными. И это не только, конечно, речь идет не только об этих шести словах. Речь идет о целом комплексе разных слов. Например, доброе, можно сказать, о человеке бесчисленным количеством способов, как и злое, собственно, обо всей его деятельности, о его жизни, о его жизненной позиции, о нас самих. И, к сожалению, исследователи, диалектологи, которые изучают наше обращение к человеку, те слова, которые мы употребляем по отношению к человеку, они замечают гораздо большее разнообразие отрицательных терминов, отрицательных слов с негативной окраской, которые обращены к человеку в нашей обычной речи. Мы чаще ругаем другого, чаще негативно по отношению к нему высказываемся, чем хвалим его или как-то его подбадриваем. И вот об этом в первую очередь идет речь. «Бог створил мир, и Бог створил мир благим, Бог створил мир хорошим». Вот этот рефрен, который постоянно мы слышим в первой главе книги «Бытия», и увидел Бог, что это хорошо. И только одно Бог называет плохим до грехопадения – это одиночество человека, нехорошо человеку быть одному. И далее, когда Ева видит плод, и когда она оценивает его, она тот плод, о котором Бог сказал, что он смертелен для человека, она говорит о нем, что он хорош, она увидела, что он хорош. Вот первая попытка человека по-своему назвать мир, по-своему его оценить, что для него хорошо, а что плохо. И далее, после грехопадения, человек попадает вот в эту некоторую иллюзию, в эту прелесть, в этот самый обман, который связан с тем, с его мыслью, с его мнением о самом себе, что он способен правильно поименовывать мир, что он способен правильно о нем говорить. Он сам способен решать, что есть добро, а что есть зло. И апостол Иаков именно об этом говорит. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Кажется, если речь идет, например, о мыслях, если речь идет о языке, то как здесь вообще может проявляться жизнь остального тела, как это соотносится? Вот апостол говорит. «Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член на многое делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества разжигает. И язык – огонь прекрасной неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество с дверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». Конечно же, такая оценка языку, такая оценка способности поименовывать и говорить человеческой способностью вот этой, она возможна именно в результате грехопадения. Сама ситуация, в которой такая оценка оказывается возможна, это ситуация после грехопадения. Каким же образом язык, небольшая часть нашего тела влияет на все наше тело? Не потому, что мы говорим нечто хорошее или говорим нечто плохое. Как раз потому, что мы через язык, через нашу способность поименовывать все оцениваем все как хорошее или плохое. Человек, который сегодня, например, вступает в блуд, может назвать блуд любовью, может назвать блуд получением удовольствия, может назвать блуд естественным стремлением человеческого тела. И от того, как он его называет, дальше следует, из того, как он его называет, дальше следует, что он позволяет его себе или не позволяет. Вряд ли кто-то, например, может с покойной совестью нападать на хорошего человека. Вряд ли кому-то внутренний этот голос, совесть, позволит враждовать против хорошего человека. Но, по крайней мере, если речь идет о человеке, который внимателен голосу своей совести и воспитывает его. Но если мы называем человека врагом, если мы называем человека даже не своим врагом, например, врагом Божиим, врагом истины, очень часто человек дает себе право на ненависть, когда перед этим называет того, кого собирается ненавидеть, врагом и объясняет себе, что этот человек враг, и он опасен. Происходит некоторое расчеловечивание человека, прежде чем дальше, возможно, какая-то вражда против него. И так совсем. Мы можем называть запрещенное поведение разрешенными словами, и это смягчает наши отношения. Потом мы называем и даем какие-то следующие имена, и все приходит к тому, что мы можем позволить себе что угодно. Блаженный Феодорит Кирский говорил, что если совесть очень долго затаптывают, то в итоге она привыкает к тому, что она уже не имеет права голоса, и в итоге просто замолкает, как будто бы утомляясь. Вот здесь нечто похожее. То есть язык способен дать названия, которые хочется человеку, любому явлению, и когда он дает эти названия, человеку оказывается проще с этими названиями работать, проще позволить себе одно, другое, третье. В итоге человек позволяет себе войны, человек позволяет себе разврат, человек позволяет себе жестокости и любые другие грехи, просто называя это такими словами, против которых совесть не очень-то и бунтует, а в итоге даже с которыми она соглашается. Именно таким образом язык влияет на все наше тело, на всю нашу жизнь даже, я бы сказал. Потому что когда сплетничают, например, два человека, и один другому говорит, ну мы же не в осуждении, мы в рассуждении, дальше человек может позволить себе все, что угодно. Он может говорить, что угодно, как будто бы отпустив эту проблему, перестав переживать по поводу того, совершает ли он грех осуждения или нет, просто как будто бы рассказывая о чем-то забавном, интересном, может быть возмутительном, но так или иначе уже не являющимся грехом. Потому что никто же не знает греха рассуждения, все знают о грехе осуждения. Вот здесь тоже нечто подобное. Далее апостол пишет, в чем же причина вот такой важности языка? Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Действительно, как раз то, о чем я говорил, когда человек позволяет себе ненавидеть других людей, забывая о том, что они дети Божьи, нарекая им другие имена. Очень многое зависит от того, как мы назовем то или иное явление. Вот от того, как мы его назовем, будет зависеть то, как мы к нему отнесемся, и дальше что мы будем с этим делать. Еще раз напомню историю с Евой. Еве было сказано, что это древо запрещено, и смертью умрет она, и ее муж, если они вкусят от этого древа. Прежде чем вкусить, Ева должна была назвать это древо другим именем. И это писатель говорит, и увидела Ева, что древо хорошо на вид, прекрасно на вкус, и вожделенно, потому что оно дает знания. Получается, что Ева как бы позволила себе внутренне это сделать, и позволила именно благодаря языку. Далее апостол пишет, «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница, приносить маслины или виноградные лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». О чем идет речь? Кажется, ну это очевидные вещи. На яблонь не могут расти апельсины, на апельсиновом дереве не может расти виноград. Немножко похоже на какие-то банальные вещи и вполне очевидные. Но это совсем не очевидно, когда речь идет о нашем внутреннем мире. Нам очень хочется выглядеть хорошими людьми, в первую очередь в собственных глазах. Мы всегда борцы за правду, за справедливость. Особенно сегодня, когда эта борьба становится очень модной, когда эта борьба становится частью некоторой политической или социальной культуры, и каждый борется за правду. Апостол говорит очень простую вещь. Если вы думаете, что вы хороши, если вы думаете, что вы правы, но при этом не умеете обуздывать своего языка, то то, что вы думаете о себе, это некоторая иллюзия. Иллюзия, потому что вы на самом деле не хороши, вы на самом деле не борец за правду, если вы используете неправильные методы. Не может из одного и того же источника течь горькая и сладкая вода. Если вы ненавидите каких-то конкретных людей, других вы тоже по-настоящему не любите. Потому что человек не может одновременно любить и ненавидеть. Его сердце либо воспитано на любви, и в любви, и тогда он любит и друзей, и врагов, либо он еще этому не научился. Это не значит, что он всех ненавидит. Нет, это значит, что он еще не совершенен. Это значит, что ему рано успокаиваться. И, конечно же, совершенный человек, человек, к которому... То состояние, к которому должен стремиться христианин, оно заключается именно в этом, в постепенном обуздании этой внутренней способности, от которой дальше зависит наше поведение. И здесь очень важна внутренняя честность. Честность по отношению к самому себе, с самим собою, в этих внутренних диалогах, кто я, хорош я или плох, стремлюсь ли я действительно соблюдать заповеди, или не стремлюсь. И на самом деле я только говорю себе, что я христианин, а веду себя, например, не по-христиански. Далее апостол пишет, «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое». Знаете, иногда человеки говорят, что он душа компании, что он веселый, интересный, что с ним интересно общаться. Если человек умеет так вести себя только в кругу своих друзей, тех, кого он идентифицирует с хорошими людьми, кого он готов назвать хорошими людьми, а против других он готов враждовать, ненавидеть и бороться с ними, вряд ли этот человек на самом деле мудр. Это мудрость внешняя, это мудрость душевная, как апостол Павел говорит, земная. Это не мудрость небесная. Почему это так? Потому что небесная мудрость предполагает, что ты правильно относишься ко всем. И если перед тобой грешник, даже тот, которого ты, может быть, с удовольствием назвал бы злым и плохим человеком, даже враждовал бы против него, если ты собрался вести себя по-христиански, вспомни, что даже к врагам Христос предлагает нам относиться по-другому. Вот интересно, что в Священном Писании, в Нагорной проповеди, Христос говорит, вы слышали, что сказано древними, возлюбий ближнего твоего и возненавидь врага твоего. Если мы откроем Ветхий Завет, мы не найдем там слов возненавидь врага своего. И, как кажется, Христос цитирует то, чего не было. На самом деле было. Была заповедь возлюбить ближнего, а из этого иудеи сделали уже собственный народный вывод, который хранился не в Писании, а просто в народном быту, в народной пословице. Если тебе надо любить ближнего, врага ты можешь ненавидеть. Христос говорит, нет, ненавидеть нельзя никого. Вот так и здесь. Если вы имеете горькую зависть и сварливость, то есть скорость на гнев, на злобу, на раздражительность и постоянное недовольство ни своим положением, ни другими людьми, то не хвалитесь, что вы христианин, и не лгите на истину. Мудрость, сходящая свыше, как говорит апостол, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Очень интересно, да, вот это чиста, когда человек чистым, простым взором смотрит на другого. Он готов воспринимать другого без ярлыков, которые он на него наклеивает. Он готов воспринимать другого, как чадо Божие, которого любит Бог. Да, человек, который перед тобой может быть несовершен, но и ты точно так же несовершен. Старайся отнестись к тому, кто рядом с тобой, как Бог к нему относится. Если что-то тебя раздражает, то не раздражайся, а посочувствуй человеку и помоги ему исправиться, но сделай так, чтобы он захотел исправляться. Мирна, скромна и послушна. Конечно же, речи это не о послушании греху, речи это о послушании Богу. Милосердие и добрые плоды, беспристрастность и нелицемерность. Все это слова, которые относятся к правильному межчеловеческому общению. И заканчивает третью главу апостол следующими словами. Плод правды, если бы мы переводили с греческого, то понятно, что здесь слово правда точно так же может быть переведено и праведность. То есть праведные плоды, плод же правды, в мире сеются у тех, которые хранят мир. В первом случае мир — это общество, во втором случае мир — это душевное состояние. Так вот праведниками в мире оказываются те, кто хранит мир. Миротворчество, мирное отношение к другому — это начало подлинно христианской жизни, к которой мы все стремимся. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok